Всем привет! В одном из последних видосов я говорил о том, что когда выйдет режим возрождения, я хочу поиграть на КВ-2 с его огромным разбросом, с дуплетом. Возрождение появилось у нас в игре, в итоге КВ-2 на ваших экранах. Если вам нравится этот танк, то прожимайте свои лайки. И пишите, на чем вы скатали свой самый первый бой в режиме возрождения. Я еще не катал в возрождении в этом сезоне, поэтому я уже смотрю, что в команде противников есть взвод из КВ-2. Это значит, что танчик, видимо, популярный в этом режиме. Посмотрим. Наша задача на сегодня забрать дуплет и попробовать попасть по кому-нибудь с вертухи обоими снарядами. Вот это то, что я хотел бы провернуть в сегодняшнем видео. Поэтому всем приятного просмотра и давайте погружаться в бой. Так что-то тут никого нету. Не понял. Похоже, первый блин будет комом. Потому что сейчас Дракула уже начнет появляться. Да, я остался в соло. Окей, окей. Неважно, неважно. Первый блин нормальный. Это напоминает, что первый бой. Но наша цель, наша цель, это забрать дуплет. Забрать, забрать этот дуплет. А это идет наш шотник. Не понял, АКВ-2 сейчас разве себя не может пробить фугасом? Странно. Я думал, что у нас будет такая возможность. Я бы не хотел потратить. Так, АКВ-2 вроде как забрали. Я стрелял в борт. Я, кстати, забыл совершенно про... Про нашу способность закрутить противника. А я в КД. Я не могу в него выстрелить. Рано нажали, рано. Я понял, АКВ-2 не для меня. Явно не для меня рассчитан. Пока что стоим, отдыхаем. Но по счету мы уже проигрываем достаточно сильно. Я не знаю, почему я так сильно свечусь сейчас. КД, конечно, огромное. Ушу за звук. Как будто как... Вы слышите, кто-то мне дышит на ухо. Видимо, Wargaming ввели какое-то 18+. Дай проехать, пожалуйста. Очень важно. Добейте, добейте. Ну. Отлично, народ. Мы, кажется, вырываем победку. Где мой дуплет? Дуплет. У меня уже 360. Мне, на самом деле, надо прекращать сейвиться. И возрождаться еще один раз. Куда танк исчез? Я хотел за ним спрятаться. Нужно ехать вперед. Нужно ехать вперед, чтобы меня уничтожили. И я мог приобрести себе дуплет. Мне нужен дуплет. Если мне нужен дуплет, то я должен думать, как дуплет. Дуплет. Волчий удар. Ну, слушайте, пока на дуплет нам как-то не хотят давать. Видимо, придется еще один бой играть, потому что это уже второй из трех возможных убийств, возрождений. Так, что-то я взял. Я взял Инферно, по-моему. Не понял. А, я просто нанес урон Инферном, но не нанес урон снарядом. Окей. У нас последняя жизнь. Опять же, нужно об этом помнить. То, что все закончится может очень-очень быстро. Я лечу просто как могу. Ну, показывайте свои. Есть контакт. Сушка, сушка что-то слишком агрессивная, мне кажется. Она прям люто себя ведет. Еще попробуем выдать по ВК. Отлично, 700. У них осталось всего двое. Дракула и КВ-2. У них по одной жизни, судя по счету. Нужно додавливать. Нужно додавливать. Блин, 4000 урона на КВ-2. Давайте, кстати, обратим внимание на фарм. Сегодня я, к сожалению... Это что такое было? Сегодня я, к сожалению, проснулся просто очень поздно. И поэтому видео, которое вы смотрите, выходит так поздно. Отлично, минус один есть. Где же КВ-2? У меня уже скопилось еще 500 эликсира и 5000 урона. Ну что, сюда иди, где там КВ-2? КВ-2. Вертуха! Нет, не сработало. Видимо, придется дуплет искать в следующем бою, но мы не заканчиваем с КВ-2. Сегодня или завтра будет стрим по Возрождению. Я вот не знаю, сажусь сейчас записывать ролик. А время уже там без 15.19. 110 тысяч фарма. Просто упало мне в копилочку. Мы не в топе по урону, но вы видели мои выстрелы, которые были просто в небо. Давайте попробуем еще один бойск скатать и найти все-таки этот дуплет. Потому что задача на сегодня – это дать хороший выстрел именно дуплетом. Не знаю, на шестом уровне вы играете в Возрождении или на десятках. Но я думаю, каждый для себя в течение этой почти недели, которая будет проходить этот режим, будет находить свои любимые танки, на которых им будет комфортно играть. Ну что, поехали. Нас опять закинуло, к сожалению, вниз списка. Но, в принципе, если мы выкачаем Инферно, выкачаем дуплетик и выкачаем вообще самые топовые перки, то, я думаю, это не сильно скажется. У нас есть фугасы. У нас есть фугасы, которые дают на 300-400 тижан в лоб прямо. Так, поехали сразу в гущу событий тогда. Вообще, я в рандоме вот КВ-2 не выкатываю. То есть, мне не особо интересно 20 секунд ждать перезарядку на шестом уровне. А вот на каком-нибудь другом танчике я, может, и скатался. Вроде сделал все правильно. Вроде как. Он меня, кстати, может изнасиловать. Я промахнулся. Живи! У меня нет еще эликсира столько, чтобы... Чтобы я нормально мог стоять. И забрать хоть какую-нибудь способность. У нас три танка, по сути, вон, стоят на респе. Они, видимо, настолько обосрались от этого режима, что... Да, красноватая зона. Красноватая. Так, дуплет. Где мой дуплет? Верните мне дуплет. Мне, кстати, не хватит, наверное. Хотя есть 5 секунд, чтобы забрать хотя бы зазубленные снаряды. Конечно, 20 секунд КД, это очень жестко. Так, я взял? Я не понял, я взял их в итоге или нет? Ладно, отправляемся в следующую свою жизнь. 15-17 счет. Опять мы летим. Летим по счету. Шота как-то там это... Он совсем красноватый. Я понял. Надо было его развернуть и потом еще раз выстрелить. Я об этом не подумал. Но у нас... У нас 5 танков сейчас стоят просто на респе и отстреливаются с респа. Это забавно. Счет пока очень грустный. Очень грустный счет. Реально, у нас прям респовая война. Просто война на респе. Ну, может быть, кто-нибудь... Пойдет. Мы наказали обидчика. Опа. Правда, здесь еще один летит. И второй тоже летит. И все будет очень грустно. Бан! Нет, баном не закончилось. Хватит ли у меня КД, чтобы еще раз выстрелить? Я что-то сомневаюсь, если честно. А-а-а! Дуплет! Отлично! Все, то, что надо. Неважно, меня уже ничего не интересует. Отчаянная перезарядка ставим. У нас минус 20% ко времени перезарядки. И есть дуплет. Сейчас задача на сегодняшний видос. Плевать на победу. Это неважно. Это же фан-режим, как называют разработчики. Задача, господи, посмотрите. У меня целый экран. Занеком, вы смотрите на этот разброс. Он вообще не может остановиться просто никак. Я с дуплетом. Я с дуплетом, иди сюда. Я с дуплетом на фугасах, который каждый снимает по 300. По 400 даже может быть. Они боятся. Они знают, кого бояться. Боже, я его лбом поставил. Да пусть фугасами. Пойдет. 800 просто фугасами. У меня, кстати, последняя жизнь. И сейчас, наверное, сушка уже прилетит. Да, прилетела сушка. А как с таким... Ну, попал. Одну попал. Моя задача попасть, конечно, две. Там уже однохиповый поц. Однохиповый поц. Да, и мы... И я остаюсь последним. Я остаюсь просто последним. Первым не попадаем, зато вторым попадаем. Пойдет. Живем. Живем, чтобы дать еще. Сюда иди. Боже, не получилось выстрелить. Да, однохиповые воины здесь, конечно, решают. Но бой происходил полностью, конечно, на респе. У нас ощущение, как будто шесть танков просто отстреливались с респа, как будто снайперы, реально, там засевшие. Так, сколько у нас идет видео? Двенадцать минут, но мне так хочется скатать еще один бой. Давайте попробуем это сделать. В минус ушли, в минус ушли, но давайте, может быть, в этом бою нам повезет. Ощущение, как будто на пятерках вообще никто не играет в этот режим. Возможно, там мало интересных танков. Ну, прям, я постоянно попадаю против седьмого уровня со своим КД в двадцать одну секунду. Это многовато. Ну, что, давай, КВ-2. Ты должен зарешать. Первый фарм в 110 тысяч, я, кстати, сейчас вспомнил, что у меня был, потому что у меня был день рождения. Я сначала удивился 110 тысяч, но сейчас что-то задумался, и у меня же там был день рождения у танка, и я, можно сказать, первым боем сбил день рождения. Поэтому фарм там, по факту, 55 тысяч составляет. Так что, возможно, кто-то из вас в комментарии уже написал, такой, что Рома, у тебя же там день рождения, нету фарма. Очень много слышал новостей, я вот проснулся, говорю, очень поздно, и новости до меня дошли очень поздно, что фарм в этой версии возрождения, к сожалению, порезали. Ой, хорошо. Тише. Тише, тише. Мне слишком хорошо сейчас. Это было вот то, как действительно должен работать вихрь. Вот именно так. Вот это обидно было. Вот это обидно было. Пока я откдшусь, у него откдшится способность к регенерации, так скажем. 20-20 счет. Ничего хорошего пока. Ну-ка, давайте подождем, когда у нас будет доступен вихрь опять. Еще разок. Все, сейчас он уже не сможет отрегенериться. Да, это уже не помогло. Так, кваса нашли. И мы пока фармим. Мы пока фармим эту самую валюту, эликсиры. Нет, почти не видно его. Стоп, а где елка-то? А, это не елка, это 43 бис какой-то. Так, судя по расположению гуся, он хочет еще один фугас получить. Я, конечно, не эксперт. Народ, если вы смотрите меня из общества по защите животных, я люблю гусей, не надо на меня писать всякие заявления, но у меня уже 400, то есть я могу 100 плюс 200 плюс 300, 600 я могу максимум. Собрать? Я ПТ-вод, я ПТ-вод. Никто не водится со мной. По сегодняшнему стриму в возрождении, кстати, пока сказать не смогу. Рановато, рановато я прожал. На самом деле я сейчас попробую подсвестись и третий раз гуся отправить в ангар. Вот это будет топово, мне кажется. Просто три раза, три раза этого гуся отправил в ангар. Нормально. Блин, мне на самом деле надо уже сдыхать, потому что я сижу без перков. И ничего хорошего в этом на самом-то деле нет. Нужно хоть какой-то урод сейчас нанести. И идти отдыхать, потому что нам нужен дуплет. Я совсем забыл про то, что нам-то по факту нужен дуплет. Бан. Все, живем. Точнее, нам наоборот нужно не жить, а наоборот. Отлично. Так, дуплет где? Дуплет где? Где дуплет? Беру все, что есть. 40 урона от выстрела. Отлично, пойдет, пойдет. Сейчас самое важное выбить дуплет. Потому что разброс, который я увидел в предыдущем бою, он, конечно, был мощный. Он был очень мощный. Вертушечка была, наверное, поздновато. Но сейчас я могу откинуться достаточно быстро. Фу, КВ-2. Ух, этот КВ-2. Постоим, пока на нас действует эта метка, или как она там правильно называется. Я думаю, метку поставили где-то сверху. 800? А что так много? Вы хотите сказать, у меня фугас туда куда-то прошел? Что-то я сомневаюсь, если честно. Он сейчас должен откатиться? Откатиться, точнее. Да, на КВ-2 я не думал, что так жестко играть. Где? Уже ли там никого нет? Я бы, на самом деле, наверное, кваса поехал убивать, но у него уже хп нет. Медленный геймплей. Вот он, медленный геймплей. Там какие-то выстрелы идут. Вот из этого куста. Проверяем. В принципе, не страшно, если по нам кто-нибудь скинется. КУККВ-2. Как с тобой попадать-то? Я даже не знаю. Давайте поедем вперед. В надежде, что сейчас, после еще одной жизни, так скажем, у нас будет дуплет. Дуплета, к сожалению, не появилось. Появился инферно. И секунд мне не хватит, к сожалению, чтобы дать хотя бы лампочку призрака. Давайте я попробую прожать. Четыре, три, два, одна. Не успел. Не успел. Команда противников вроде как проигрывает. Вроде как проигрывает. Давайте поедем, наверное, на кваса. Там мы сегодня еще не стояли. И у них осталось пять жизней всего. Это очень-очень мало. Но как с гусем мы обошлись. Мне понравилось, на самом деле. Будет ли актуальным танк в возрождении КВ-2? Вот у меня большой-большой вопрос. Потому что реализовывать его достаточно тяжко. Особенно, когда каждый может куда-то уйти из-за света. Еще что-то сделать. До свидания. Вот это было жестко. Вот это было на самом деле жестко. Не знаю, что подсыпь от меня хочет. Отлично. Сейчас нужно кого-нибудь развернуть. Развернуть в идеале. И дать еще один нормальный такой фугасьон. Тысяча. Просто тысяча. Я уже удовлетворен над тем боем. Как бы он не закончился. Выживу я или нет, уже не важно. Отлично. Меня убило еще и инферном. Фух, ну в принципе пойдет. Народ, к сожалению, дуплет получилось поюзать всего в одном бою. Но я обещаю, что мы пойдем на других танках. Может быть даже на КВ-2. На стриме по возрождению. На который вы можете в принципе подписаться. Поставить колокольчик. И вы тогда не пропустите эти стримы. Обычно стримы в 20.00 по московскому времени. Но возможно сегодня будет выходной. Поэтому следите за анонсами. Либо я стрим поставлю там в 21.00. Мы поиграем в возрождение в 21.00 по москве. Либо же уже перенесем полностью на завтра. Но ближайшие 5 дней ждите от меня. Очень много контента именно по возрождению. Будем тестить разные танки. Выкатывать их. Смотреть на реакцию. Пишите, что вам нравится. И пишите. Пишите в комментариях, пожалуйста, тот танк, который вам зашел в возрождение. Потому что я прочитаю, если у меня этот танк есть, я попробую сделать по нему видео. Если мне, конечно, зайдет. Так что спасибо огромное всем, кто смотрели. До встречи в онлайне. Играйте в этот фан режим, который позволяет еще и фармить. Возможно не так сильно, как в первом сезоне. Но все же. До встречи в онлайне. Пока-пока. И подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там сейчас проходит голосование за то, какую девятку надо выкупать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok